и 75% годовых. Ваши деньги работают в аграрном секторе России. Риски по сбережениям застрахованы. Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал» 490258 Время новостей на канале 12. Меня зовут Виктория Пименова. Здравствуйте и коротко о главном сегодня. Подростки порезали ножом и избили директора школы в Череповце. Подробности этого происшествия расскажем в новостях на 12 канале. Бологодские школьники и выпускники прошлых лет в течение двух недель сдают ЕГЭ досрочно. Сегодня в Череповце прошел экзамен по русскому языку. По каким правилам проходит итоговая аттестация, мы расскажем в новостях на Первом городском. Двойной юбилей Музея природы 95, а Череповецкому знаменитому Мишке 100 лет. Поздравить солидных именинников отправились Вера Гучеренко и Анатолий Холин. Злоумышленники напали на директора Череповецкой школы и ранили его ножом. Преступление произошло в пятницу вечером на улице Набережной. По информации следствия, злоумышленники попросили у мужчины закурить, но не получив сигареты, набросились на прохожего. Сейчас руководитель учебного заведения с ранениями находится в больнице, а преступников разыскивает полиция. С подробностями этого происшествия разбирался сегодня Павел Панов. Преступление произошло в пятницу в районе 9 часов вечера. Около 51-го дома по улице Набережной по версии следствия, 7 или 8 подростков подошли к мужчине, попросили закурить. И, не получив желаемого, начали жестоко избивать его. Кулаками молодчики не ограничились. Один из нападавших достал нож и нанес 6 ударов. После молниеносного нападения вооруженная банда скрылась в темноте. Раненого мужчину на скорой доставили в дежурную больницу города. Больной поступил с многочисленными, непроникающими ножевыми ранениями. Пациенту была оказана вся необходимая помощь. В настоящее время состояние больного оценивается как удовлетворительное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под наблюдением дежурного медперсонала. Пострадавшим оказался директор одной из череповецких школ. Помимо ножевых ранений, на теле множество ссадин и синяков. В основном злоумышленники били по лицу, поэтому оно обезображено до неузнаваемости. Сегодня нам удалось пообщаться с потерпевшим. На наш вопрос узнал ли он в нападавших кого-нибудь из своих учеников, тот ответил, что нет. Не удалось мужчине и запомнить особых примет нападавших. Оперативники сейчас разыскивают подозреваемых этого дерзкого преступления. Версия профессиональной деятельности просматривается? Нет, оно нет, его профессиональной деятельности не просматривается. В данном случае, то, что ему нанесли проникающие ранения, не проникающие ранения ножи, поэтому мы и работаем. Преступление, думаю, что будет раскрыто. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Участникам нападения грозит до 10 лет тюрьмы. Что же послужило причиной дерзкого нападения на директора школы? В учебном заведении нам пояснили, что конфликтов ни с преподавателями, ни с тем более учениками у директора не было. Новость о том, что на руководителя напали, для коллег стала полной неожиданностью. Как вы и сказали, он действительно профессионал, он коммуникабельный очень человек. Поэтому никаких конфликтов в школе ни с педагогами, ни с детьми у него не было. То есть вот то, что произошло, вы как думаете, как вы решили расценивать? Это случайность? Это случайность. Глупая, нелепая, но случайность. Тем не менее, такое дерзкое нападение нетипично даже для отъявленных преступников. Мужчину избили не с целью ограбления, деньги у него не забрали. Как говорят психотерапевты, характер повреждений говорит о личной неприязни к человеку. Били по лицу и использовали нож, чтобы нанести как можно больше повреждений. Все точки надли в этом деле должны будут расставить череповецкие полицейские. Впоследствии разгула стихии пришлось устранять специалистам. Сильный ветер повредил светофор на перекрестке Леднего Краснодонцев. Уже сегодня днем неполадку должны были устранить. Непогода вынудила коммунальщиков ввести на работу дополнительные аварийные бригады. В нескольких дворах не было света, освещение восстанавливали. Также зафиксировано несколько случаев, когда ветром срывало куски кровли, разворачивало дорожные знаки и светофоры. На данный момент происшествий с пострадавшими и материальным ущербом нет. Руководство департамента ЖКХ сообщило, что по прогнозам ветер еще усилится, поэтому горожанам нужно быть внимательными, осторожными. Не исключены обрывы линии электропередач и падение слабо закрепленных конструкций. Трещины на Октябрьском мосту сегодня отремонтировали. Специалисты в этот раз обошлись без ограничения движения. На полутораметровый дефект наложили заплату из сплава повышенной прочности. Работы заняли весь день. Почему, знает Иван Буркин. Ремонт Октябрьского моста произошел так же внезапно, как и его перекрытие на прошлой неделе. Не заметили его горожане, для которых в этот раз не стали ограничивать движение. Не в курсе были и журналисты. Доступ в технические помещения Октябрьского моста закрыт. Операторам особенно. Это стратегический объект, и его детальная съемка нежелательна. Поэтому о работах, которые начались в 10 утра, до поры до времени знали всего несколько человек в городе. Ремонтные работы проводятся в соответствии со всеми рекомендациями, проектной документацией, которые предоставлены непосредственно в проектное бюро. Тех специалистов, которые к нам приезжали из города Санкт-Петербурга. Работы проводятся непосредственно у нас, как с Ахиммонтаж-2. Сегодняшняя погода от идеальной далека. Ослаждена и так непростая работа. Сверление несущей стальной балки. Из-за сильного ветра сами конструкции раскачиваются. Дефект, который здесь сегодня ликвидировали, типичен для железнодорожных переправ. Ничего экстраординарного в нем нет. Но у автодорожных мостов такая трещина выявлена впервые. Специалисты говорят просто. Усталость металла. И ошибки в проектировании. В конце 70-х выбрали неверное конструктивное решение. Изначально в проекте было заложено, ну на тот период вполне, так сказать, нормальное, общепринятое решение, но практика показала, что это решение далеко от идеального, оно не очень надежное. И при таких конструктивных решениях в перспективе могут возникать, и вот как вы видите, возникают усталостные разрушения. Ремонт вместе с материалами обойдется в сумму около 400 тысяч рублей. Это не просто заплата на трещину, а возвращение конструкции жесткости. Тормативного срока службы нет. Это будет не заплата какая-то временно, это именно ремонтные работы по восстановлению технических свойств той несущей конструкции, на которой возникла данная трещина. То есть сама по себе заплата, она делается из специальных особо прочных сплавов, используются специальные особо прочные болты, точно так же из специальных сплавов, и предусматривается, что это будет восстановление на постоянной основе. Заплату, как и металлические конструкции моста, сделали на Северстале, причем быстро ее размер всего метр на полтора. На ликвидации потенциально опасного участка городские власти не успокоятся. Летом пройдет полное обследование сооружения, в том числе и с использованием сложной техники для выявления скрытых дефектов. Это обойдется в 7 миллионов рублей. Сколько еще придется вложить в главную транспортную артерию города, станет известно по итогам проверки. Счетная палата РФ оценила то, как выполняют указы президента на Вологодчине. Итоги специалисты огласили сегодня на заседании в Москве. Отсуществую позицию пригласили и региональные власти. По сведениям пресс-службы губернатора, замечания аудиторов касались двух пунктов. Во-первых, не выполнен указ президента по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы. Речь идет о педагогах дополнительного образования работников сферы культуры. Слабым звеном оказались муниципальные учреждения. Также ревизоры счетной палаты выяснили, что не заключено соглашение о реализации указов президента между региональными властями и муниципальными. По словам губернатора Олега Кувшинникова, чтобы повысить зарплату бюджетникам на Вологодчине пришлось сокращать расходы. Что касается замечаний аудиторов, работу над ошибками проведут в ближайшее время. По обоим показателям мы достигнем результата в 2015 году. Мы достигнем показатель дорожной карты по работникам дополнительного образования и работникам культуры в 2015 году. А соглашения с муниципальными образованиями по достижению показателей дорожных карт будут нами заключены до конца апреля месяца этого года. Досрочный госэкзамен по русскому языку сдавали сегодня вологодские школьники. Такое желание изъявили 14 выпускников прошлых лет со всей области. Пункт сдачи ЕГЭ был организован в Череповце на базе шестой школы. Итоговая аттестация длилась 3 часа 30 минут. По данным управления образования, на экзамен по русскому подали заявление 14 человек. Из них 11 череповчане, двое из Ватегорского района и один из Кадуи. Однако один из выпускников из Ватегорского района на экзамен не явился. Напомню, что в досрочном испытании участвуют те, кто по объективным причинам не сможет написать ЕГЭ в основную волну в мае-июне. Добавлю, на этой неделе старшеклассников и выпускников прошлых лет ждет еще один досрочный экзамен по обществознанию. Он пройдет 4 апреля. ЕГЭ стартовал 23 марта. И в городе Череповце проходят 4 экзамена. Это математика по здоровью, математика по физическому уровню, русский язык и общественный экзамен. Пункты формируют субъект, но по количеству зарегистрированных участников на общественное экзамена зарегистрировано 616 человек. Два солидных юбилея отмечают сегодня в Череповце 95-летие Музея природы и 100 лет легендарному череповецкому мишке – чучелу-медведя, который в начале прошлого века сделал для музея «Царский егерь». Что находится внутри чучела и какие еще сюрпризы дает в себе неприметное здание на проспекте Луначарского, расскажет Вера Кучеренко. В музейном холодильнике чего только нет. Замороженная рыба, тушка белочки. Интересно, если где-нибудь руки не заходят. Вот маленький соколок. Тоже уже с него, он подготовлен уже к работе. Собственно, кожа с него снята. На первый взгляд жутковато. Но таксидермист Музея природы Александр Кудряшов ничего противоестественного не видит. Животных приносят в музей уже мертвых. Белочку сбила машина, сова отравилась крысиным ядом. А вот эта скопа запуталась в сетях. Случайных жертв череповчане приносят таксидермисту. Собственно, я продеваю им жизнь, так бы чего выбросили. А тут на него будут смотреть люди, дети будут смотреть, узнавать будут. Профессию таксидермиста в России получить невозможно. Такой специальности официально не существует. Однако занимаются изготовлением чучела давно. Вот этого Мишку сто лет назад сделал известный царский егерь Иван Прокопьевич Попов. После революции из Петрограда его хотели сослать в Сибирь. Но на высоком уровне было решено оставить на виду. В Череповце. Работы Попова и по сей день в полном порядке. Мишку ничем не обрабатывают, только расчесывают. Секрет долголетия чучела не утерян, но все равно современные экспонаты так долго не живут. Технологии таксидермии сильно изменились. Раньше кожу животного обрабатывали мышьяком, а шерсть специальным ядовитым веществом сулемой, содержащим ртуть. Именно поэтому экспонаты сделаны в советское время, как вот этот Мишка, могут дожить до 100 лет. Но в нынешнее время при обработке ядовитые вещества также используются. Однако они безопасны для человека и не столь эффективны. Музей на Луначарском – это не только застывшие во времени образы животного мира. Здесь сохранили кусочек по-настоящему живой природы. Не бойся, маленький мой. Вот, например, это жуки, называются палочники. Все, вот, их строение, они похожи на веточку. Они едят листья. Их приспособления, они вот так вот неподвижно замирают, стараясь как можно лучше уподобиться веткам дерева. А еще музей разводит тараканов. Правда, в качестве корма – милому и застенчивому существу – паучихи Алисе. Днем она изволит почивать, именно поэтому запечатлеть Алису не удалось. Но по ночам паучиха вылезает из норки, заверила хранитель фонда зоологии Мария Баринова. Благодаря ей и ее коллегам музей природы в Череповце живет. Хочется надеяться, что в музее природы есть будущее, несмотря на те трудные времена, в которые мы живем. И хочется миллион раз, два миллиона раз сказать спасибо всем нашим друзьям, помощникам, без которых невозможно ни одно дело в музее. Потому что, сами понимаете, финансирование музея новодела, оно, в общем-то, очень печально. Несмотря на трудности свой 95-й день рождения, музей природы встречает с радостью. Ведь юбилей двойной. 95 музею, 100 любимому экспонату. Новости на канале 12 еще не все. Смотрите во вторую часть нашего выпуска. 11 нетрезвых автолюбителей. Таков улов инспекторов ГИБДД за прошедшие выходные. Чем оправдывали свое поведение водители, выслушали и наши журналисты. В 40 раз выше штрафы за нецелевое использование земли и незаконно занятый участок существенно увеличили. Изменения уже вступили в силу. Победили досрочно. Череповецкие волейболистки разгромили соперниц на родном паркете. Впрочем, эти игры на положение нашей команды уже никак не скажутся. Об этом не только после короткой рекламы. Далеко не уходить, она быстро закончится. Мотоблок нового поколения. Кайман Варио. Для настоящего хозяина земли. Магазин Мотоблоки по адресу Баршотская, 48. Телефон 28-32-44. Я дома. Тикурева. Мой дом, мой цвет. Сеть магазинов «Ремонт». Теперь и по новому адресу. Улица Насеткина, 8А. Торнадо – это значительное снижение нагрузки на поясницу. Повышает урожайность за счет сохранения влаги и питательных элементов. Эффективно удаляет сорняки, не повреждая корни деревьев и кустарников. Увеличивает скорость работы в 4 раза. Торнадо – то, что надо. Проверить состояние своего здоровья вы можете в Центре МРТ-диагностики ЛДЦ МИПС по адресу Комсомольская, 45. Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Запись по телефону 50-14-14-50-04-05. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы, 95. Телефон 52-08-32. Доходная программа «Молоко. Белое золото России». 24,75% годовых. Ваши деньги работают в аграрном секторе России. Риски по сбережениям застрахованы. Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал». 49-02-58. 24 мая. Рок-фестиваль «Время колокольчиков». С участием группы «Чишекомпания». Не дают кредит. Я же говорила, про бизнес идти надо. А мы даем кредиты. Про бизнес банк. 67-50-50. 4 апреля. В Ледовом дворце знаменитая сказка на льду «Бременские музыканты». Аквапарк радужный. Целое море развлечений. Горки, джакузи, бассейны. Открыт набор на занятия по аквааэробике. Приходи с друзьями и родными. Хорошее настроение и бодрость духа гарантированы. Окунись в радугу ярких эмоций. Череповец, Шекслинский 4. Кубанский казачий хор. 1 апреля на сцене Дворца строителей. Весна идет, цены тают. Только сейчас в салонах «Хорошие двери» скидки до 25%. Сеть салонов «Хорошие двери». Как дома дела? Дома хорошо. Дома все по-моему. Мой дом – продолжение меня самой. А за идеями, как сделать мой дом еще уютней, я иду в гипермаркет мебели и товаров для дома «Аксон». В «Аксоне» уютно, как дома. Заходите в гости. Возвращаемся к новостям. Два ребенка в один день стали участниками дорожных аварий. Накануне днем во дворе дома номер 52 по улице Устинская мальчика 2009 года рождения сбил автомобиль Киарио. По данным ГИБДД, ребенок выбежал из-за стоящей машины. Он получил синяки и ссадины. К более тяжелым последствиям привело дорожно-транспортное происшествие на улице Архангельская. 12-летняя школьница у дома номер 102 попала под автобус. Девочка ехала на велосипеде рядом с краем проезжей части, не справилась с управлением, врезалась в велосипед своего друга. А после этого школьница упала на дорогу, по которой ехал автобус. Пас. Серьезными травмами девочка попала в больницу. По словам полицейских, ребенку с такими навыками езды на велосипеде лучше оставаться во дворе. Хочется обратиться в первую очередь к родителям, чтобы они контролировали своих детей, особенно где они проводят время. Чтобы напоминали им о правильности управления велосипедом, особенно если дети пересекают проезжую часть на велосипеде, ездят по тротуарам. Каждый ребенок должен знать правила дорожного движения. Но родители должны обязательно напоминать об этом и обучать их правильности вождения на велосипеде по улицам города. Одни ссылаются на обстоятельства, а другие не считают свой поступок серьезным нарушением. Это о пьяных водителях за рулем. Нетрезвых автолюбителей вновь все выходные выявляли инспекторы ГИБДД. С полицейскими работала и наша съемочная группа. Отчет об увиденном в следующем сюжете. Что не рейд, то погоня за нарушителем. Северный район. Увидев экипаж ДПС, водитель разворачивается и наутек. Пытался скрыться во дворах. Полицейские маневр увидели, машину задержали. Машину проходим к нам. В машине ДПС водитель оправдывается. Куда торопились так сильно? Никуда, я девушку отвозил. К вас там молодой человек сидит. Признаков алкогольного или наркотического опьянения инспекторы ГИБДД не заподозрили. Тогда спрашивается, зачем убегал. Оказалось, весь сырбор из-за страховки. Молодой человек не вписан в документ. Выписали штраф и отпустили. А затем на Советском проспекте инспекторы заметили девушку-водителя, которая нарушила ПДД. На светофоре ей предложили остановиться за перекрестком. Однако молодая дама почему-то продолжила движение дальше. Может до 104 микрорайона с вами доедем? Машина у вас сзади едет с спецсигналами. Вам сказано остановиться сразу же. Вы куда-то дальше едете. Девушка трезвая о своей маневре и объяснила отсутствием опыта вождения. Она всего месяц за рулем. А вот и первый пьяный водитель. Его задержали на улице Ленина. Откровенничать с инспекторами мужчина не стал. Только пояснил, что он, конечно же, трезвый, ни грамма не пил. Обказание прибора, по всей видимости, мистика какая-то. Что употребляли сегодня? Ничего не употребляли. Трезвые, то есть, да? Да, да. То есть сотрудники просто так тут сидел с вами беседуют. Зачем пили-то? Смотри, 4 жукова. Ну хорошо, выпили. Зачем за руль садились? Помоги лицо. Чувствуете себя уверенно? Да, да. Чуть позже на соседней улице Гагарина во дворах задержали еще одного водителя. Ему предложили пройти освидетельствование при помощи алкотестера. Как выяснилась, процедура для автолюбителя не нова. Он уже лишался прав за езду в нетрезвом виде. Бами обхватываем трубочку и долгий продолжительный выдох, так шарик выдавать. Прибор подтвердил опасения инспекторов. Водитель выпил и сел за руль. Кстати, в машине он был не один, вез пассажира. Мнение девушки о пьяной езде оказалось очень интересным. Людей сбивают. Ну, это хорошо, что вы... Да, на данный момент мы проехали с моим мужем достаточно много, и он почему-то не сбил никого-то. Вместе с череповецкими инспекторами в рейде работали сотрудники спецроты ГИБДД. На улице Гоголь они задержали нетрезвую даму. У меня ситуация была безвыходная. Что-то такая за ситуация безвыходная. Или мои правые, или правые рынки. А ведь всегда можно решить вопросы по-другому. Можно вызвать такси. Дама попросила инспектора не читать нотацию. Она прекрасно знала, на что шла, садясь за руль в таком состоянии. Молодой человек... Ой, простите, инспектор. Я отдаю отчет о своих действиях. Вы знаете, каждый водитель мне говорит о том, что он отдает отчет. Результат один. Водителю ничего не делается, а страдают невинные люди. Ну, а всего за выходные инспекторы ГИБДД задержали 11 нетрезвых водителей. Штрафы до 40 раз выше. С 20 марта вступили в силу изменения в Кодексе по административным правонарушениям. Они касаются статей за нецелевое использование земли и самовольное занятие участка. Теперь несознательным гражданам придется выплачивать весьма серьезные суммы. Действующие ставки штрафов увеличены от 10 до 40 раз. Увеличена сумма штрафов самовольное занятие земельного участка. Если раньше она для физических лиц составляла от 500 до 1000 рублей, то сейчас она идет либо в размере процента от кадастровой стоимости не меньше 5000, если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч. Для юридических лиц, соответственно, ранее было 10-20 тысяч рублей, то сейчас уже минимальный размер 100 тысяч, ну и до 200 тысяч, если не определена кадастровая стоимость. За использование земельного участка не по назначению на граждан будет налагаться штраф в размере от 10 до 20 тысяч, а на юридическое лицо от 100 тысяч рублей. Кроме этого, СТРУ уже стала ответственной за неисполнение предписаний органа земельного надзора. Если гражданин не устранит нарушения земельного законодательства, ему грозит от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели и должностные лица должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Экономический кризис сказался на рынке недвижимости. Об этом сообщает газета «Голос Череповца». Исторически сложилось, что последние десятилетия наш город расширяется в основном на юг. Экскаваторы, строительные экраны в Зашекснинском районе стали привычными деталями пейзажа. Но очередной кризис сказался на строительном рынке. Платежеспособность населения снизилась, ставка по ипотеке наоборот выросла. Вслед за курсом доллара, что повлекло за собой уменьшение спроса на жилье. Подробности читайте в свежем номере газеты «Голос Череповца». О спорте получили заслуженные награды в спортивном комплексе «Юбилейный». Состоялось награждение волейбольной команды девушек 1998-99 годового рождения. Воспитанницы Череповецкой детской и юношеской школы Олимпийского резерва по волейболу стали серебряными призерами первенства России. То, что вы сделали, говорит о том, что у вас есть сила воли, у вас есть характер, у вас есть настоящее мастерство. Я от всей души поздравляю вас с этой победой. Следующие медали будут в этом зале вручаться золотые. Но сегодня серебро, оно не хуже, чем золото, потому что вы его добились в упорной борьбе. С праздником вас! С победой! Финальный турнир первенства России проходил в Анапе. Несмотря на огромные нагрузки и травмы ряда ведущих игроков, череповчанки уверенно дошли до главного финала, где в драматичной борьбе уступили сборной Москвы. И вот в субботу девушки и их тренер Татьяна Лукьянова были награждены кубком и серебряными медалями при своих болельщиках и под аплодисменты игроков главной команды области, которая в этом году стала чемпионом высшей лиги А. Основная волейбольная команда Череповца, даже досрочно выиграв чемпионат, оборотов не сбавляет. Очередные две победы, одержанные над претендентом на медали «Приморочка» из Савлово-Востока. Преимущество череповецких волейболисток в этих матчах было по-чемпионски огромным. Репортаж Владимира Сентябрева. «Приморочка» приехала в Череповец, сохраняя теоретические шансы побороться за призовое место в чемпионате. Правда, кадровый состав был усеченным всего девять волейболисток. «Северянка» же вышла на площадку уже в ранге досрочного чемпиона. На настрой Череповчанок это никак не сказалось, разве что девушки чувствовали себя еще более расколонно. Настраиваться, честно, скажем, тяжело, потому что знаем, что уже гарантировали себе первое место. И, конечно, чувство расслабления есть. Но перед родными тригунами у нас была задача показать максимум и сыграть 3-0. Игра сложилась для хозяев площадки достаточно легко, так что у главного тренера «Северянки» Александра Перепелкина была возможность выпустить на площадку молодых воспитанниц клуба, которые были включены в заявку. Так свои первые очки в высшей лиге набрала Ольга Шашкина. Умнение было настолько сильное, что когда я шла на подачу, я даже слово от тренера или я услышала. Первые две партии «Северянка» выиграла слишком легко, не дав соперницам набрать более 14 очков. В третьем сете «Череповчанки» спокойно довели матч до победы – 25-20 и 3-0. На второй день волейболистки из Владивостока отменили утреннюю тренировку. Может быть, поэтому они долго входили в игру. Не прошло и 40 минут, а две партии «Приморочкой» были проиграны без шансов – 13-25 и 16-25. К третьей партии гости наконец пришли в себя и дали бой. К рубежу в 20 очков они даже пришли первыми, но в концовке «Северянки» сыграли хладнокровно и без ошибок – 25-22 и 3-0 в пользу череповецкой команды. Результат есть, моя задача выполнена, которую поставило руководство, которое мы сами себе ставим. И просто на этой базе мы все равно, так скажем, достаточно неплохо в том, в тем же, например, на рамках мы тренируемся. Может быть, где-то не то уже, знаете, нервное и психологическое напряжение, а больше попытка нам сейчас именно совершенствовать индивидуальные качества игроков. До финиша турнира «Северянке» предстоит сыграть еще четыре домашних матча. Ближайший из них – 4-5 апреля против «Спарты» из Нижнего Новгорода. «Алмаз» уступил победу в Ярославле в третьем матче 1-4 финала Кубка Харламова. Теперь череповецкая команда оказалась в шаге от поражения в серии, которая длится до трех побед одного из соперников. У меня претензий нет никому. Все хотят, желают, но не все могут, наверное. В третьем матче четверть финальной серии «Алмаз» уверенно провел два периода против «Лока» в Ярославле. Череповчане ввели 3-1. Уже на пятой минуте Павел Бучневич благодаря индивидуальному мастерству открыл счет, а во втором периоде точными бросками отметились Сергей Купцов и Данил Арефьев. Однако третий период был полностью провален. «Алмаз» пропустил три безответных шайбы и проиграл важнейшие матчи. Итог встречи 3-4. Счет в серии был 2-1 в пользу «Лока». Но уже сегодня в Ярославле состоялся четвертый матч, и наши обыграли соперника со счетом 0-4, фактически повторив результат первой встречи в этой серии. Теперь счет в серии 2-2, и решающая игра состоится в Ярославле. Сразу после новостей прогноз погоды, затем старт второго сезона сериала «Всемогущие Джонсоны» не пропустите. На сегодня у меня все новости. Всего доброго и увидимся на канале 12. Субтитры предоставил DimaTorzok